Приветствую вас! И понимаете, в чем тонкость? Если человек действительно разлюбил другого, то с этим ничего не поделать. То есть нельзя приказать сердцу любить того, кто правильнее, кто лучше, кто достойнее и так далее. Сердце, оно самостоятельно выберет, вне зависимости от желаний разума. Поэтому, если человек действительно разлюбил, никак не получится с ним поговорить и что-либо объяснить. Но другое дело, что любовь и чувства вообще далеко не всегда могут пройти вот так резко, бесследно, окончательно. И поэтому, именно по этой причине, не нужно такому человеку себя противопоставлять. То есть, наоборот, лучше будет принять выбор такого человека. Когда хорошо, это свой выбор, ты поступил так, как тебе советовало сердце и так далее. И все правильно. И тогда этот человек, доверяя вам, видя, что вы не осуждаете как-то, не пытаетесь переубедить и прочее, начнет перед вами раскрываться. И вот это раскрытие как раз поможет вам понять, что человек, вообще-то говоря, чувствует, что человеком движет, о чем он думает, к чему стремится. И вот уже исходя из этого, вы можете понять, есть ли у вас шанс как-то данного человека переубедить, показать ему что-то, это объяснить и так далее. Но вначале нужно понять его массивы, понять его стремление, чего он хочет. Дальше, когда вы будете знать, можно постепенно, в ненавязчивой форме, терпеливо, полунамеками, непрямо, желательно непрямо, показывать человеку, а не сделал ли он ошибку, когда совершил выбор. Ни в коем случае не высказывать прямо со своего мнения, а постепенно-постепенно наводить человека на определенную мысль так, чтобы он сам, сам пришел к определенному выводу. И вот только благодаря такой стратегии можно быть уверенным, что если хоть крупица сомнений в своем выборе у человека есть, эту крупицу сомнений вы скроете, человеку покажете, так, чтобы он ее засознал, и насколько человек хочет, насколько человек может подкорректировать свое поведение, вот настолько он это и сделает. В минуте думать, что от ваших слов все сразу поменяется и вернется так, как было. Я думаю, что наивно так считать, наивно на это надеяться. Но что-то определенно поменяется, что-то определенно изменится. Насколько зависит от многих факторов, в том числе и от человека. Но без доверия между вами, без его знания, что вы настроены не против него, не чтобы в чем-то его переубедить, а именно, чтобы как-то показать ему что-либо, подручески поддержать и помочь, вот только с такой точки зрения можно надеяться, что вы что-то для человека нанесете. Именно что-то, и если вы желаете человеку добра, то, безусловно, это что-то, являясь малым, конечно же, совершенно не тем, что вы изначально хотели, все же будет лучше, чем ничего, и поможет человеку стать немножечко более счастливым. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.